Сейчас мы находимся на крыше спортивного комплекса Олимпийц, где наглядно можно увидеть результаты первых этапов ремонтных работ. За моей спиной находится часть крыши, которая уже была демонтирована и заменена. Также частично заменена система кондиционерной вентиляции и отопления. Вот такие кондиционеры, которые сзади, они еще будут установлены, еще их необходимо будет подключить. Вот мы видим еще такие вот старые металлические конструкции. Это воздуховоды, которые уже давно не используются. Их также демонтируют. Статус базы олимпийской подготовки спорткомплекс потерял в 2012-м. Капремонт здания напрашивался очень давно. Внутри холодно и протекает крыша. Заслуженному тренеру Украины Владимиру Кацману в июне исполнится 90 лет. Из них он почти 70 тренирует детей и повидал немало попыток отремонтировать олимпийц. Сколько я помню, фактически я был, когда только начинал он строиться в этом деле. И вот получалось так, когда шли ремонты, крыша особенно текла, и вот это сделают ремонт, и дождь снова идет. И фактически эти ближайшие где-то 10-15 лет, сколько они ремонтировали, ничего не получалось. Ремонтные работы начали в октябре прошлого года, после решения сессии облсовета. Главной задачей – крыша, отопление, санузлы и окна. В планах заменить покрытие. К огромному сожалению, крыша до сих пор протекает, потому что произошел только демонтаж. Чтобы сделать крышу, чтобы не капало, там нужны определенные технологии соблюдаться. Плюс ко всему там делается несколько слоев. Воздушная прослойка, утепление и так далее, и так далее. По словам директора Олимпийца, общий бюджет ремонта – 96 миллионов гривен. Часть денег уже освоили. Сейчас, чтобы подключить новое оборудование, которое обеспечит комфортный экономичный обогрев, охлаждение и обмен воздуха, необходима закупка специальных кабелей. Демонтаж кровли продолжит с наступлением тепла. Помимо всего, велись работы на крыше, а также продолжались работы здесь, внутри комплекса. Устанавливались вентиляционные системы, вы здесь прекрасно видите, они уже стоят. Не хватает только туда подводок, проводки мощных кабелей. Вот сейчас мы ждем опять очередной сессии, чтобы нам дали, ну такое слово, транш, опять нам дали денюжку, чтобы мы могли продолжить эту работу. Также приведут в порядок санузлы. Вот так сейчас выглядят мужской и женские туалеты в самом зале. А вот так они будут выглядеть после ремонта. Это уборная для людей с особыми физическими потребностями. Именно ребят, которые здесь занимаются на колясках, мы их сюда заносили на руках, потому что здесь не было въезда. Мы их заносили, они закатывались, мы замеряли. Вы можете показать, какие именно были их требования, какие просьбы их были? Да, конечно. Чтобы им было комфортно. Да, они вот просили, чтобы у них здесь была ручка, чтобы они на колясочке могли подъехать, помыть руки. Здесь, естественно, перетянуться, перекинуться, ну и это потянуться на руках. Несмотря на условия, одесские спортсмены улучшают результаты. С последнего чемпионата Украины привезли четыре медали. Шутят, могло быть и больше, если бы выступали на привычном испорченном покрытии. Самое главное, хотелось бы улучшить, чтобы было потеплее, потому что тренироваться, особенно спринтером, очень тяжело. Если ты, например, еще бегаешь какой-то стаерские дистанции, там километр, ты можешь успеть разогреться, но спринт очень быстро замерзаешь в перерывах. Конечно, было бы лучше, если были хорошие условия, не такая жесткая дорожка вообще. Но я не считаю, что это от этого зависит, особенно от подкрытия, зависит от себя. Условия тренировок, можно так сказать, плохие, так как мы видим, что в Манеже очень холодно. Зимой у нас по 5-7 градусов, это невозможно для тренировок. Мы не можем выполнить процесс, полный тренировок, который запланирован. Но готовимся, потому что очень хотим, и поэтому результаты растут. Одессит Владислав Шепелев недавно занял 10-е место в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике Венгрии. На этой неделе он улетает в Турцию на международный турнир. Условия тренировок довольно-таки сложные зимой. Летом, на самом деле, стадион есть, но зимой тренируюсь по дереву, и, в принципе, из-за этого травма. А так, травма спины, просто там что-то с позвонками, я точно не знаю, а травма стопы из-за того, что я неправильно прыгал, на самом деле. Ну, я ногу натыкал, и из-за этого получилась травма. Письма с просьбой восстановить и заменить легкоатлетические дорожки было направлено в облсовет. Следующий этап – замена устаревшего инвентаря. Запланировано здесь замена окон. Видите, какие здесь окна у нас, там щели. Все это запланировано поменять. То есть будет металлопластик, будет красиво. Затем, вот совсем недавно я написал письмо, опять же, о просьбе рассмотрения вопроса о замене покрытия, которое здесь находится в легкоатлетическом манеже. Оно уже пришло практически в негодность. Затем в этом же письме я указал, что очень хотелось бы нам расширить дорожку, чтобы было здесь не три дорожки, а четыре дорожки. Тем не менее, соревнования и тренировки проходят в штатном режиме. Во время съемок нашего сюжета проходил чемпионат области среди младших и старших юношей. Также нам показали хозяйственный двор Олимпийца, где в перспективе можно будет установить еще один спорткомплекс с залами для борьбы и бокса. Соответствующая документация готовится. Дмитрий Богомолов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова